Ну что же, ну что же, вы можете, можете увидеть, увидеть ссылочку, которую вам нужно открыть для начала, и можете, можете наслаждаться вместе со мной. Итак, вот подсказывают ежедневную интеллектуальную беседу, само собой, но это всё потом. А сегодня, сейчас нет времени, чтобы отвлекаться, как можно терять время, когда запланировано-то такое-то. Итак, итак, я надеюсь, надеюсь, все уже собрались, и, ну, чтобы, так сказать, убедиться в этом лишний раз. Вот, ну что, и сразу отправляемся. Вот, вот делайте это, и мы сразу же, сразу же отправляемся, без каких-либо дополнительных промедлений. Вот нам написали, я хочу ACDC, ну что же вы так, родина дала им эксклюзивы. Ээээ, смотри, играй, нет, не хочу, хочу ныть. Ээээ, и, 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 и это, ээээ, зрители, и это, зрители, и говно, говно, а не зрители. Ээээ, ну что же, что же, что же, ээээм. Эээ, другой вариант, вот нам написали, я хочу поехать в Израиль. Ээээ, что же, вариант тоже, я скажу, неплохой. Ну что же, мы, мы начинаем, эээ, начинаем. Итак, в общем-то, в общем-то, гоу. Да, девственник. Итак, у нас есть городок Колхоз, население 51 человек. А какой-какой графен? Гигантское здание с гигантской статуей, свечи, вот это антуражик! О, и даже дыра есть! О-о-о-о! Снова бесконечное лето? Совершенно верно! Снова бесконечное лето Колхоз Эдишн! Жатва! А-а-а-а-а! Снова бесконечное лето! Снова бесконечное лето! Но игрушку перевели и так, и так. Я прослюлся! Ну и, в общем-то, все началось. Графон сжат архиватором. Ну, какой графон есть, такой есть. Харвестер андер атака. Да, 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 почти что именно так. Очередное говно, выключил нахуй. Стилрейн можешь идти спокойно, не мешая остальным. Так что, ничего страшного. Да, ставьте соус гифки. Не знаю, у самих нету. Так, не жатвы ажнец. Это кинцо, да, да, сейчас будем в него интерактивно играть. В общем-то, это, считай, плойка, nextgen. Так что, так, такое-то разрешение, такие-то шрифты, такое-то сглаж... Да, да. Да чего хуёв это время, в то время был хромакей. Ну, как хромакейли, как могли. Рубашка моего детства и моего, моего тоже. Отнимите у этого квеста, он его никогда не пройдёт. Ну что же, благо есть аудитория, которая наверняка поможет. Так, у меня жениц от графена. Ну что же. Итак, чтобы взять предмет, щёлкните по нему левой кнопкой мышки и после правой, чтобы сразу поместить его в свои вещи. Ну что же, можно... Далеки, несоветики, посмотрите. Деньги надо тратить, а не копить. Ну, давайте ещё чуть-чуть. Если вы не можете решить загадку, поговорите с другими персонажами. Они могут дать подсказку. Берегитесь штампов, как огня. Вот, патроны на вес золота, берегите их. Ну и дальше уже почаще сохраняйте игру, особенно перед чем-нибудь безумным, нелогичным и опасным. Ну что же, давайте прогуляемся. Например, что здесь за туфли? Простой складной стул, который можно найти на толкучке, играх Бинго и прочих религиозных сборищах. Ну что же. Вот, мы их вроде как... Пара туфель, завязанных на узел шнурками. Вот, мы их тоже. Я не совсем понимаю, где у меня инвентарь, но сейчас, я думаю, разберёмся. Что у нас с кроватью? Матрас в странных пятнах. Я что, матрас взял? Как-то не похоже. Так. Так, так, так. Грофен тут прям так и прёт. Итак, можно, можно посмотреть на вещи. Вот, собственно, я, собственной персоной. Вы давно, давно хотели меня посмотреть. Вот он, я. Вот моя фоточка. Так, модельки самолётов. Всюду беспорядок. Сразу видно. Аутист. Да как тратить-то? А вдруг кризис? В кого ты собрался туфлями кидаться? Не знаю. Звуки хватания, как удары в Mortal Kombat. Странные пятна от Малафьи, очевидно же. Да, матрас в странных белых пятнах. У меня тут, не знаю, это название моё или что. В общем, в общем, ни хрена, ни хрена непонятно. Так. Давайте до стула доебёмся попробуем. Ой, нет. Он не хочет до стула доебываться. Вот. Проигрыватель. В проигрыватель стоит пластинка с песней «Бумажная кукла братьев Милс». Давайте до проигрывателя доебёмся. Ай. Нет, 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 нет. Я не хочу свои вещи. Я хочу проигрыватель. Ну, чего вы? Я хочу взять чего-нибудь оттуда. Вот. Да. Чё-то не особенно он берёт. Но мы разберёмся. Снова кукла. Жатва Лэн. Покупайте наших слонов. Хватает телескоп, подглядывая за тянками. А где он у меня? Изучить растение. Не надо было политое искусственное... ИСКУСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ! Ну, вообще. Вот тут у нас есть бинокль. Пластмассовый бинокль, приплавившийся. К столешнице. Вот как... ФАПЛ. Аж... Аж приплавилось всё. Изучите... ИСКУСТВЕННОЕ Р-47 ТАНДЕРБОЛТ. Вот. Наспех склеены Р-51 в масштабе 1.36. ЗЕРКАЛО! Сквозь тонкий слой пыли вы видите своё отражение. Ну и здесь, пожалуй, больше анод корзины. Та пустамбусная корзина настолько чистая, что из неё можно есть. Это неспроста. Это неспроста. Изучите баскетбольный мяч. Официальный баскетбольный мяч команды ПЭЛЬНЫЙ КОТЁЛ, подписанный Джорджем ПЭФом. Взять я так ничего и не смог. Так что мы пойдём на выход отсюда. Давайте посмотрим Гэ, это я О, какие-то чудики тут Ебать, он каратист В старинной Dragon's Fair Анимация лучше, впрочем В ней вообще самая лучшая 2D анимация Вообще Ну, на Dragon's Fair не было реквестов А вот на это было Так Тебя в Бивис и Баткет Виртуальное отупление играть То же самое, что ты сейчас играешь Да, 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 и знаю А, собственно, мы в неё уже игрались Так, сколько между шкафом Проигрывателем, давай, давай Тогда вернёмся Я откуда пришёл? Отсюда, кажется Дверь архитектурной Спальни крепки заперта Нет, 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 нет Так Это я не Да, это я на кухню пришёл А я на кухню уже не хочу Вот Так Так, здесь есть книжные полки Так Вот и телескоп Тут этот кларнет, блять Наверное, его оставила какая-то толстая старшеклассница Но взять мы его не можем Книжные полки На них На нижних полках стоит несколько книг В твёрдом переплёте Эх, как же, как же брать вещи совершенно Непонятно Недавно политое искусственное растение Это что за хрень? Непонятно Ну всё, давайте валить оттуда Кстати, вот ещё тут есть и стенной шкаф В стенном шкафу аккуратно висят семь лунелевых рубашек И парных им синих джинсов Эх, хотел бы, хотел бы, чтобы у меня вот всё так же висело В шкафу Иди к мамке на кухню Ты знаешь, что делать Эээ, эхэм, да Ээээ Так, хватает телескопа Оставляй белые пятна Так, эээ Может быть поговорить, ээээ Говер с Хэнком? Вот Ну чё? Эээ, кто ты? Гэ я! Кто я? Где я? Ну, по-моему, логичный вопрос Кто ты? Отставь от меня, Стив Или я, пожалуйста, тебя маме? Вот Эээ Стив? Стив Это, эээ, мне? Ага Только я не хочу разговаривать, потому что пытаюсь смотреть передачи Про ковбоев Прошу прощения Слушай, отвлекись от моего имя Я ничего не помню Ну да Отстань Я тебя не вру А ты всегда был спасняком, Стив Отставь от меня Я болею Я болею Ээээ 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 Ну, давайте Ээээ Отъебёмся от него Как? Ну, наконец-то И пойдём к мамке Ээээ Эээ 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 А что батя делает в закрытой спальне? Ээээ Не знаю Эээ Ну, похоже, здесь Ээээ Семья аутистов Вот нам подсказывает, что батя оставляет Ээээ Пятна Очевидно же Так, давайте Суперпенный огнетушитель пожарного искорки Перевод, конечно же, жжёт О, Great English, very well Yes, yes, of course Духовка, в духовке печётся печенье Говор с мамой Привет, привет, как насчёт мучение? В помойке их целая уйба Кто вы? Отличный способ общения с своей матерью Вы моя мать? Именно, хотя иногда ко мне подносятся, как к наёмной домработнице Я тебя не помню Конечно, не помнишь, пока тебе не понадобится постирать носки Нет, ты не понимаешь, я не могу вспомнить нигде, я не кто я Святые угодники, можешь прекратить свои шуточки? Правда, Стив, я думала, что закончу футчёву, ты хоть немного повзрослеешь Последняя надежда, что хоть новая работа сделает из тебя человека Значит, меня зовут Стив Тебе будут звать осёл Осёл, если ты не прекратишь надо мной издеваться, юнуша Послушай, это может получиться странно, но я потерял память Ты мне веришь? Ты всегда был шутником, Стив Я серьёзно Конечно, а сейчас ты скажешь, что не помнишь Хэнки и свою маленькую сестру Батя там травы пьёт Перейд в порядке, ты читаешь, как я сыграл коряк Эххххха Айкен, айду зэп Моя семья походу Аутизм 100%, аутизм 999%. Ну что же, давайте поговорим с ключевыми фразами. Диплом. Как давно я закончил учёбу? Четыре месяца назад, как будто ты этого не помнишь. Какой колледж? Колледж? Чтобы арфейсер был утихватит и аттестат от школы, и потом ты не можешь жениться на Стефе, если намерен тратить время на колледж. 18 лет, и только сейчас ты устраиваешься на свою первую работу. Это позор, но лучше поздно, чем никогда. Думаю, за это стоит поблагодарить Стефани. Во как. Позор, Антон, что ты до сих пор не работаешь, тварь, сука, ублюдок. Ты у матери на шее сидишь, крубль бы в дом принёс, сволочь. Эээ, Стефани? А кто такая Стефани? Не смей играть с этой милой девушкой. Если начишь исти ей свой бред правильный зия, не решил, что ты, я же, нет. Передумал насчёт свадьбы. Аа! Там же есть тексты. Задавай свои ответы. Ну, давайте спросим чего-нибудь. ДОРОГОЙ, ХВАТИТ ГОВОРИТЬ ЕРУНДУ! Чтобы ещё спросить, а вот про пики пишут, ну давайте спросим про пики. ДОРОГОЙ, ХВАТИТ ГОВОРИТЬ ЕРУНДУ! Ну что же, что же, Стефани Ятова, Стефани из Лази Таун, пожалуйста, не разговаривай с ней больше, у меня от неё бисквит. Как, что значит Ларри 7, а что оно, что с ним, так? Так, ну что, давайте поговорим о свадьбе. Пожалуй, ведь этот разговор о свадьбе бред, я ни на ком не женюсь, пока не разберусь, что вообще происходит! Сначала псориаз, а теперь ещё и это, до свадьбы две недели, а ты передумал, что подумают соседи? Я не могу жениться на той, кого даже не знаю. Ладно, пусть будет по-твоему, но не вмешивай меня, если собираешься разбить сердце Стефани, наступай прямо к ней и сам скажи об этом, и не жди! Блядь, не успел прочитать. Эм... Эм... Жених... Жених? Это безумие! Ооо, ты раздумал жениться на Стефани? Вот откуда все эти бредни? Представле... Предсвадебный мандраж? Разве может привести к амнезии? Прекрати сейчас же эти дурачества! И считай, что тебе повезло! Стефани прекрасно готовит и убирает! Эм... Эм... Если в Ларисе мне играли, то можно поиграть. Тоже похоже на это. Так, в общем, мы поговорили о Стефани, мы поговорили о свадьбе и самое время, по-моему, поговорить о уборке. Причём тут готовка и уборка! Верно, мальчики-шки такие глупые! Для чего ещё жена как-то для готовки и уборки? Может, ты не ценишь, когда перед тобой горячая еда на чистой тарелке? Но не будьте её, клянусь, мы бы тут же опол... Ты хоть считаешь, что жениться лишь ради готовки и уборки? Ну, ты спросил своего отца, но я уверен, что Стефани исполнит свой долг. Когда придёт время... Эм... Эм... О, короче, о внуках поговорим сейчас. Вангуешь, что Стефани жируха с жирными волосами и уже беременна от соседа Берни. Эм... Эм... Игра про то, как... Эм... Подходит, приходит к мамке, да... Эхэхэм... Ящики водки куплены, салаты майонезом заправлены, дядя Коля из Бердянска уже едет... Эм... Он... Вон... Вон... Он вон чё удумал. Да... Давайте про долг-то узнаем. Благослови твою не порочишь, но после брака открывается оберзительная правда. Факты, которые прикрыли простыньёй, окутывающие очертания изгибающихся танцовщиц и дрожащих ног. Ах, хорошо. Что ты понимаешь, о чём я, когда придёт время? За часть ребёнка со Стефани, тебе придётся смириться с фактом, что фермеру при посадке семени приходится испачкать землёй свою мотыгу. Эхэхэм... А ты уже испачкал свою мотыгу? Ты уже посадил семя? Эхэхэм... Эм... Ах... Давайте про батю. Мой отец. Он в другой комнате, решил сегодня поспать. А теперь прости, мне нужно вернуться к печенью. Вот, ээээ... Мамочка нас пидаряет, ээээ... Распродажа печенья в пятницу? Зачем их петь сейчас? Никогда нет плоды назад, а то, что можно сделать сегодня. Но они тогда не зачерствеют. А вот поэтому я их выбрасываю. И готовишь новые? Да? Взамен выброшены. Зачем? НАДО! Никто не купит чёрстное печенье из узы одного вида. Ада, ты веришь, что я? Конечно нет Сип! Я не возьму с тебя денег! Я же твоя мать! Угощайся Эх-эх-эх! Эх-эх-эхм! Вот спрашивают, про Крым спроси... Ну давай... Дорогой! Хватит говорить ерунду! Дорогой, хватит писать хуйню. У тебя мотыга не выросла, юзернейм. Да. В бомжеманию будем играть? Наверное, будем, но... Давай сначала с этим закончим. Когда нужно будет зачать ребёнок со Стефани, кажется, что жеребёнок уже зачат, а за зай. Но благослови, господи, мою непорочность. Не для Стефани я начинал свою мотыгу. Мне уже страшно. В чем должен пачкать свою мотыгу? Сейчас узнаем. Кому пойдут средства, вырученные из продажи печенья? Из них будет образован фонд поддержки одиноких бабжей и бродяг, забрятших жату. Это и есть целевая аудитория? Ты должен быть внимательным к мелочам, когда речь идёт о таких людях. Не понимаю, о чём ты. Поймёшь, всё организовано ложей. Расскажи мне подробнее про эту распродажу печенья, почему она так важна? Как я уже говорила, многим иногородним, пришедшим в жатву, нужна финансовая помощь. Почему это проблема города? Это не проблема с тех пор, как эти люди уже под опекой. Это воля ложи. Так, вот тут выясняется, что есть какая-то ложа. Ложа. Что за ложа? Зал ордена полуночной жатвы, Стив. Это прекраснейшее место в жатве. И самое особенное. Что там особенного? Трудно сказать, что это так, как мало кто попадает внутрь. Но она не может быть не особенной, будучи в такой прекрасной, как новая посудомбойка, рейный лиц, запатентованным процессом автослужки. И я никогда ей не воспользовалась, но я точно её хочу. Вместо того, чтобы целый день это шататься потом, почему бы я себя не отправить к ложе и не подать заявку на участие? Так, почему? Схожу, всё разузнаю. Это великолепно, Стив, если ты моё же ложа, от тебя будут говорить ВСЯ ЖАТВА! А что жатва-то? Жатва? Горки, похоже, ни на какой другой. Чем именно? Мне не надо объяснять, почему бы тебе не популяться и попрестовать кому-нибудь ещё. Я занята! Кхм-кхм. Давайте ещё доебём. ВСЯ, ты говоришь, похоже, ни на какой другой. В что именно? В общем, я занята, одинаково. Аутизм, аутизм, аутизм. Да. Уеби мамаши в щи, в игре можно убить вообще всех. В мамку Google AdWords прошили, с лёд контекстной рекламой. Ложи, и здесь рептилоиды правят. А то, собственно, игра твоя про них и есть. Вот, предлагаю это ебать мамки в щи. Ну, давайте попробуем сделать ББПЕ. Пока, попрощаемся с мамочкой. Не забудь вывести к этому для Джимми. Ты знаешь, какой надоедливый. Пацаны, он не хочет туда идти. Пацаны, он не хочет туда идти. Давайте ещё раз попробуем ББПЕ устроить. Можно поговорить с мамой. Вот подойти мы к ней можем. Но не ближе. Кхм, есть. Так. Изучить печенье. Печенье только что вынули из духовки. Изучить детская кроватка. В кроватке крепко спит младенец. Так, что мы ББПЕ мы сделать не можем. Может, здесь хотя бы? Ну и здесь тоже, не особенно. Из шкафа несёт грязными подгузниками. Искусно вышит эстер, модная настенная доска. Звучить ножей. Ножи злобно блестят в антисептической мессиянии кухни. Вот я бы их взял, но... Да. И мамки бы я уебал, но тоже, тоже всё тленно и безысходно. Кстати, здесь какая-то херня забагованная местами. Изучить духовку. В духовке печётся печенье. Ну, пожалуй, тут больше-то и взять нечего. Эх, эх, не для нас такая игра. Нет подсветки, хитбоксов, ничего нам не подсказывает. Фонарь опять-таки не горит. Эх, 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 превратив жатву, эту мразь не получается. Ерухин-то уже полгода в ложе состоит. Жатва, эээ, жатва боженька накажет гроб-гроб, мотыга-пидор. Так, бери нож со стены, эээ, ну, если говорить о этих ножах, то до них это не дотянуться особенно. Эээ, здесь можно только с мамой поговорить. Ну, и, пожалуй, всё. Эээ, будь хорошим сыном, почисти маме духовку. Разве что только так. Эх, 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 ножи, вот эти ножи не берутся. Может, я что-то не знаю. Вот, как-то, может быть, их надо иначе взять. Давайте, F1 посмотрим. Итак, control. Здесь столько сразу комбов, что я не осилю. Вот, передвижение, действие, цель. Взять предмет, щелкните левой кнопкой мыши по предмету. И только если мышь принимает такую форму, переместите его на Стива. И опять щелкните левой кнопкой мыши, что предмет пойдёт в карман Стива. То есть, надо сначала подвести. Вот, посмотреть, какой формы предмет. Ну, понятно. Так что, так что, нам особенно не светит всё это дело, брать. Так что, пойдём отсюда нахер, пожалуй. Будь, эх, 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 так, так, так. Что здесь? Здесь у нас маленький братец-аутист, раскраска. Крупы карандашей, раскраска, рейншрайдер. Так. Изучить кухонное окно. Окно в кухне, да, логичный ответ. Изучить часы пластиковые, маятниковые часы с кукушкой, хотя последние почему-то отсутствуют. Охуенно кукует последняя кукушка, от которой отсутствует. Так, на полках из красного дерева сияет красивый костяной фарфор. Да, 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 а у вас посуда сделана из костей, я думаю. Газеты, полный ящик газет. Поднять. Нет, 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 можно их было взять. Давайте-ка. Из газеты на. А, вот, изучить свои вещи. Итак, газетки. Так, ну, как бы их посмотреть бы, я не знаю. Так, что бы еще здесь можно было бы прихватить такого? Глобус, например. Изучить глобус. Впечатляющая модель. Земли из папье-маше. О, а это что такое тут у нас? Дверь родительской спальни крепко заперта. Слышите, там батя травы явно пьет. Старомодный телевизор. Ну, вроде бы у нас больше особо ничего-то и нет. Так что пойдем позорить семью на улицу. Аутизма, тень сжатвы. Итак, тут у нас Говард с Джимми Джеймсом. Привет, Стив, я Джимми Джеймс. Помнишь меня? Эээ, боюсь, что нет. Ээээ, почему бы тебе не отдать твою утреннюю газету? У меня других дел по горло, а я должен? Я что-то не помню. Да, почему бы тебе уже это не запомнить? Как по-твоему мне честным трудом зарабатывать на жизнь? Ты не вынес мне газету, я остался без работы. Ну что с того? В любом случае тебе не заплатится сбор газет. Задание редакции наблюдателя сгорело на тул. Задание редакции наблюдателя. Какого человека мне еще остается делать? Слушай, дай мне эту газету, все будет теплым, ладно? Это все, что мне нужно. Ну и еще пара кроссовок. Ежедневное выхождение по этому маршруту. Мы уже проносились... Есть. Ох, ты, вокурь, возможно, мы совершили... Что ты можешь мне предложить? Ты знаешь, мисс Уилли и директора школы Херилл, а я застукал их, трущимся друг от друга в школьных лодоках. Могу назвать время, когда они встречаются и продать ключи, чтобы ты смог поймать их с поличным. Что скажешь? Вот этот маленький гаденыш уже торгует ключами. Так школьник разводит тебя. Вспари ему пузо. Ты знаешь, что делать с борзым пиздяком. Компот ови. Да, компот во все мое не виноват. Живут под лэп, и почему они до сих пор не лысые? Ну, нормально, нормально живут. Забудь, какая разница. Должны их увидеть, конечно, они очень старые и уродливые. Но это намного короче, как долго нижнего белья. С другой стороны, если у тебя получится сфотографировать, то ты сможешь отрегивать за фото, деньжат или еще чего. Но стой, предложение все еще сели. Посмотрите какие-нибудь кроссовки, и мы договоримся. Увидимся позже, аллигатор. Пацаны, как тут сохраняться? Сейчас мы разберемся. Итак... Непонятно, непонятно, как именно сохраниться здесь. Я подозреваю, что где-нибудь F2 какой-нибудь. Если не F2, то F3. Я уже дошел до F8, F9, F10 боюсь нажимать. Пицца на крыше! Изучить фрисби. На крыше застрелял фрисби кислотного цвета. Короче, как сохранить игру, хуй знает, но мы почти ничего не сделали. Так что... Компот-ави! Да... Спрашиваю, что за компот? Компот-это бомжик, который отпиздил мелкого гаденыша. А здесь, вон, как получилось... Компоту, можно сказать, несказанно повезло. Сделай компот, ты глупая тела. Ну, ты понял. Ну, охуеть! Компот-учитель года. Любого года. Да, обосрался. Чё, блядь, было? Какой резкий поворот. Да. Вот. Вот и потом. Ну, да, теперь у меня есть загрузки. Ну, что же. Да, резко-резко оно тут. А вы компот, компот. Сгибают ты тебя как? У меня Том и Джерри от этого. Ну, что же. Мы снова начинаем свой день. Зато теперь здесь есть туфли. И их неплохо бы взять для того маленького пиздюшонка. Так, но мы сразу пойдём. Это же Америка, тут у каждого ствол. Так. Изучить газеты. Полный ящик газет. Теперь их можно взять. Так. Так. А они у меня есть? Да, газеты у меня есть. Вот газеты. На, маленький гадёныш. Привет, Стив. Я Джей Вейс. Помнишь меня? Эм, боюсь, что нет. Видишь, как всё просто. А ты не забываешь вывести ли газету, между нами не возникает недопонимание. И пусть так, всё так и будет. Ну, давайте держим его так же. Видишь, ты главное газету выноси. И никакого недопонимания. По крайней мере, на бабки он тебя не поставит тогда. Опизданул бы мамке, она бы тебя чёрстным печеньем закидала. А вы спрашиваете, при чём здесь Колумбияна? А при чём она здесь? Вот такой охуенной анимации хоть бы я не видел никогда. Вот это 3D. Так, давайте ещё поговорим. Уведёмся позже, аллигатор. А туфли? Я же не взял квест на туфли, ёбаная. Как я теперь туфли-то возьму? Может быть, хоть сейчас я смогу изучить. Пару туфлей с привязанными на узел шнурками. Но... Но они не взят... Их никак не взять. Видимо, мамка не разрешает. Вот, так что... Так что здесь, наверное, закончим. Пойдём дальше. Тем более, что он уже съебал. Так, что у нас в почтовом ящике? В нём полно рекламных листовок. Чудов предложения на распродажу печенья. Все в этом городе, похоже, любят печенье. Изучить кабели. Высковольтные кабели окутывают ваш дом старым, добрым электромагнитным полем. И их голову слышите даже во сне. Блядь, всё, всё про меня. А я-то думал, что это луч подавления рептилоидов. Эээ... Так, что тут у нас есть ещё? Антенна. Остальные зубцы ловят сигнал прямо из воздуха. Ну, охуеть. Изучить кондиционер, армейский кондиционер. Эээ... Всё, я теперь изучил. Так, эээ... Пойдёмте куда-нибудь сюда, что ли. Кхм-кхм-кхм-кхм. Итак, это мой дом. А где я? А-а-а... Где я? Давай сюда и сюда. А, нет, это просто, видимо, режим карты. Куда... Куда пойдём? Я думаю, пойдём в соседнее здание, в Бакалею. Э-ээ... Ц-туфли, прибитые цепью. Вич Хаус. Да-да-да. Следующим аутизмом должен быть, эээ... Санитариум. Жнец здесь... Тру Омега Самец. Так, давайте в Бакалею пойдём. Эээ... Фелпс. У нас есть кондиционер. Да у меня тоже есть дома. Э-ээ... Вот е-то гугли мапс, да. Э-ээ... Изучить кондиционер. Сэрый кондиционер крепит от несезонные шары. Э-ээ... Реклама. Ням-ням. Э-ээ... Спаржа со взбитыми сливками. Два за 0,49. Так, э-ээ... Ежегодная городская распродажа печенья пройдёт в эту пятницу в школьном спортзале. Так, э-э-э... Так, 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 так. В школьный спортзал надо будет наведаться. Неводовые буквы без устанно гудят. Часы на вече застыли на 4,05. Ну что же, давайте поговорим с уборщиком. Он слишком занят работать, чтобы отвлекаться на вас. Ну ладно, пойдёмте на выход. Точнее, на вход. ДИКЛЕЙМ Здра-а-а-стите. Здра-а-а-стите. Копир. Есть делать бесплатные копии. Отлично. Э-э-э... Изучить телевизор. Дешёвый стройводный телевизор без ручки переключения каналов. Э-э-э... Ну что бы здесь ещё такого можно... Изучить кулер для воды. Высохшее дно кулера усилают мёртвые тарканы и песчинки. Прямо как у меня. Эта пустая бочка воняет гнилым мясом. Старый 16-миллиметровый проектор с выбитой надписью школы имени Гейна. Так, новый улучшенный сосилюк, супер сосущий пылесос, он просто сосёт. Да, что бы здесь можно было бы ещё такое прихватить. На витрине множество странных предметов на продажу, действие витрина. Итак, что бы нам прикупить такого интересного? Значит, есть банки с кофе. На этих этикетках кофейных банок изображена корова, истекающая крепким кофе. Мне вспоминается кофе Колос, если кто помнит. Журнал для взрослых. За четвертак. Так, хотите его приобрести, придётся заплатить миссис Фелпса. Банки с супом. Банки с супом, а может с красиным ядом? Ну, по крайней мере, этикеточка намекает. Просто бери пылесос и иди к себе в комнату. Я потом всё объясню. Нет, Анон, а лучше купить доильный аппарат. По крайней мере, в доильном аппарате есть пульсация. А с пылесосом только травму можешь получить. В прохождении написано, что надо идти на автобусную столбку и садиться на автобус 410. Давайте попробуем. Итак. Пылесос сосунут элемент доильной машины. Колос это кофейный напиток из жжёной пшеницы и ячменя. Так что нам подскажут, колос заебись о кофе не то, что нынешняя химия-то. Так, и банки с кофе. Ну чё, супчики-то купим? Или не надо? Разводной ключ. Потёртый разводной ключ. Хотите его приобрести, придётся платить миссис Фелпс. Ну, понятно. Шко распро... Распро... Поговорите с миссис Фелпс. Чем могу помочь? Кто вы? Если это обыкли Фелпс, таким, по-твоему, я могу быть. Возможно, вместо этого вернуться в школу и потянуть логику с мисс Уэлли. В последние дни у меня провалы в памяти. Ничего не помню. Тьфу, ты всегда был шутником, Стив. Я серьёзно, мне нужна кое-какая помощь. Ну, говорят, что резкий удар в голову действенный метр от ангезии. И в этом случае я снова бы рекомендовал миссис Уэлли. С другой стороны, память может вернуться к человеку, если его себя напугать. Затем советую обратиться к привратнику в доже. От этого мужчины у меня уражка по коже. Кстати говоря, уражка. Как твой отец? Не знаю, я его не видел. Желаешь что-нибудь купить? Да, пишет. Главный герой Вальнов. Ну, не знаю. Мы вообще с чем-нибудь, пожалуй, купим. Просто коже на это пальцем. Я немного глуховато. Вот сюда хочу. Вот. Вот. Ето. Ну, где? Где? Короче, только можно изучить. Сигаретку тоже не взять. Ну, баночку с супом. Короче, ни хера, ни хера здесь не покупается. Да, особенно... Особенно ничего тут нету. Да. Ну и, пожалуй... Так, бочки. Пустые бочки, пахнущие солеными огурцами. Эх-хм... Так. Ну, здесь мы, пожалуй, закончим, поскольку почему-то ничего не покупается. Здравствуйте, Стив. Желаешь что-нибудь купить? Да, хочу. Ну, я уже указывал, а ни хера не покупается. Какого хрена? Вот. Хочу копирует. Нет. Ладно, пойдем отсюда нахер. Говоришь, на основку надо идти. Ну, что же. Тушеночки тоже не получилось. Купи пылесос же. Раз и Рел Дейлку купить не получилось, то хоть и выгорит пылесос купишь. Но зачем? Только травмы и бедствия от него можно получить. Что ты думаешь о блюдах, приготовленных на сковороде на подсолнечном масле? Мажорство, вредное здоровье. По мне, вкусно. Вкусно и нажористо. Фаллический символ храбро выпирает из бетона, всегда готовый извергнуться. Во как! Да у нас наш герой непросто. Он-то знает, знает, в чем суть. Итак, ты гений. Пульсацию пылесосу можно обеспечить с помощью периодически открывающегося клапана на всасывающей трубе. Нет, тебе нужна будет еще специальная, собственно, насадка. Как в доильном аппарате, там она двухкамерная. А где ты возьмешь двухкамерную насадочку-то, а? Надо было пробовать взять поебалу продавщице. Может, в этом цели, Грилей? Нет, 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 нет. Так, куда мы пойдем дальше? Вот, собственно, наш дом. Вот лэб, который почему-то все-таки обходит здесь. На картинке она была над нашим домом. Так, здесь есть ракетная база. Есть парикмахерская почта. Можно делдаки взять. Опять ракетная база. Это скотобойня, школа имени Гейна, телестанция, ложа, пожарная часть, кладбище, отель «Сбившийся путник» и дом Джонсона. Самолет с пиздей. Окей, пошли пиздить самолеты. На ракетную базу. Смертельная опасность, держитесь подальше от ограды. И вот тут какой-то человек есть. Говорит с полковником Бастером Монро. Стой, кто идет? Говорят, меня зовут Стив. Точно, сектор 21, не подходи с ног, меня не обрадуют, если придется отстрелить тебе тыкву. А в этом вы не одиноки. Так у тебя амнезия, а? Амнезия — это очевидная отмазка от службы в армии. Но ты хотя бы не пришелец. И то и дело можно наблюдать их... А то и дело можно наблюдать их корабли, когда свелл даже находит их в лесу. Кто вы? Полковник Бастер Монро, командующий боевым дактическим ракетным комплексом жатвы. Охраняю Америку от тех, кто хочет переразить ее флаг в красный, белый и розовый. Здесь ядерные ракеты? Да, черт возьми! Все они готовы с амертоносным лизмом обрушиться на головы русских. Все, что мне нужно, это просто нажать на кнопку и бах! Цена на водку взлетит на небес вместе с водкой. Полагаю, у вас есть, ну, средства обеспечения безопасности. Средства обеспечения безопасности? Не будь маплинкиным сынком! Здесь нет таких средств безопасности! Это же 50-е! Значит, вы в одиночку контролируете ракеты? Так точно! Ничего за второй мировой! Когда мне тормало нижние конечности. Эти лопатриасы в Вашингтоне хотели утопить меня в бумажной работе! Нихрена! Они должны мне! Я потерял ноги в Дюйссельдорфе! Они должны мне! Конечно, они чувствовали, что после того, как я дополз до Германии, до Англии, тащая за собой собственные кишки, я стал эмоционально неустойчив для домашней, для дальнейшей службы. А вот почему они предложили мне эту миленькую непыльную работенку и поставили ответственным за ядерные ракеты! Да, это же полковник безногим застрял в текстурах! Иди в школу и пизди... И пизди... Школьников получишь ачивку Компот! Ну, одного школьника мы уже отпиздили! И... Почему его только половина? Ну, вот... В этом городе есть отель, кладбище, ракетная база, магазин школы скотовоения... И всего два жилых дома! Какой долбоёб ставить узоковольтную линию вблизи аэродрома? Ну, как могли, так и поставили! Видимо, всё-таки там корректирующее магнитное поле рептилуидов! На чужую водку задится пёс! Максимум Америкаха Ну что же, давай про кишки спросим, раз ты настаиваешь Отель Эмпайр Вот шутку про Отель Эмпайр я чё-то не распарсил А самое смешное, что ты даже не представляешь, что в твоём теле почти 3 миликишечника свёрнутого калачиком Это пригодилось, когда я прикидывал, сколько прополз, пока я полз из Германии в Англию Мой кишечник вылезал, поэтому каждые 3 мили приходилось подбирать его и запихивать обратно Это стало настоящей проверкой моих сил, моих жизненных ценностей А при каждом запихивании кишечника внутрь я понимал, что стал на 3 мили ближе к свободе Именно так я сохранил рассудок А вот что я рассказал этим идиотам в Вашингтоне Но послушали ли они меня? НЕТ! Какая-то баба сказала, что я слишком эмоционально нестабилен, чтобы убивать корейцев, поэтому они берили меня от ранятия, но опостылевшую кучу ядерных боеголовок И помимо всего прочего, эти педиковатые пожарные не хотят брать меня в городскую добровольную пожарную дружину Ооо, тебе, наверное, интересно, что именно происходит Айгуль все дела Плыл через пролист Как же он смотрит из своей будки На стул залазит? Ну, зачем ему из будки? Он вон прям на асфальте работает Давайте познаем о пожарных Я хотел вернуться в гущу событий Подальше от офисной работы Но эти пожарные Чёртова кучка эксцентричных дамочек Я решил, что причина в отсутствии нижней части моего тела Но они не принимают меня в пожарную дружину Из-за моей неспособности рисовать голых мужиков Я не могу рисовать голых мужиков Да кому это нахрен нужно? Я мог бы его нарисовать, будь я больным коммунистом Короче, катсцена У меня катсцена от этого Короче, что вы думаете Этой замечательной картине Которую он нарисовал Красивая картинка, полковник Ах, всё равно художество для коммуняк У меня клюквы расцвела А можно за этого мужика поиграть? Побегать по карте? Я думаю, мы с ним ещё помучаемся немного Что сегодня Ева говорила, я всё проебал Ну, послушай запись Рисуй мужиков с огурчиком Загнивающие коммуняки Для коммуняк всё это! Ах, всё равно художество для коммуняк Да ты что, тогда тебе лучше раздать всю пожарные станции, мистер Там очень много искусства Определение, началось ли коммунистическое вторжение в жату? И сообщи мне Твой доклад должен изменить Мои планы Какие, полковник? Не бери в голову, сынок Меньше знаешь, крепче спишь Ты же сохраняешься Нет, я не нашёл, как сохраняться Я не разобрался Честно говоря, такие вопросы вызывают у меня подозрения Может, ты один из этих розовокровных американцев? Назови мне хоть одну причину, почему я должен пристрелить тебя на месте Даже не знаю Вы не можете меня застрелить Я американец, у меня есть права Права, да Каждый виноват чертов коммуняка всегда нравится тратиться за Конституцию Настоящий американец готов пожертвовать своими правами Родёмщего блага А ты... Всегда готов за нашу великую страну Чёрт Ас-2 Я не отказываюсь от своих прав Надо было сохраняться, Лил Вот и в 5 и в 6 я пробовал, но... Особенного результата это не дало Сталин и Медвежья кавалерия вошли в жатву Танки Апокалипсис громят границы Складно говоришь, салага Прямо как рядовой чертов коммуняка Кремль учит своих агентов Как вы видите чекотливые ситуации Что на это ответишь, сынок? Эээээ... Я не забиваю голову Рад это слышать, сынок Ты оставил меня сомневаться, задавая подобные вопросы о базе Был на волосах от гибели Кстати, мне стоит убраться отсюда, пока я не передумал Навести пятиковатых пожарных Но, что бы то ни было, держись подальше от чёртовой ложи. Это самое подозрительное место в жатве. Так я считаю. Давайте узнаем о пожарных. Кто предлагает нажать Escape? Давайте нажмём Escape. Запомни, если накройся! Может, ещё раз Escape? О! Можно, короче, сохраниться. Давайте куда-нибудь сохранимся. Пройден понедельник. Здесь, собственно, вон сколько отладочных сейвов есть. Вот, я даже не знаю. Ах, ладно, пойдём с первого. Вот. Мы ещё понедельник-то не прошли никак. Американцы пьют Обамовку, ну, видимо. Так, давайте попробуем узнать о пожарных. Стой, кто идёт? Это я, Стив. Чё тебе надо? Тебя послали ламы? Да не... Не выражаясь, пока я забудешь для меня информацию. Ты понимаешь? Ты понимаешь? И не верёшься, если у тебя есть информация для меня. У охранника такой спрайт, будто он пытается отделиться от асфальта. А тот не пускает. В общем, в общем, мы проебали все диалоги, нажав Escape в неподходящий момент. Убери, пожалуйста, часы. Я хочу на глаза полковника посмотреть. А, в общем, в чём здесь глаза полковника и часы, я не очень понимаю. Вот. А! Так, сейчас, сейчас, секундочку. Сейчас, минуточку, сейчас... Попробуем тебе доставить полковника. Вот. Чтоб ты его глаза посмотрел и смог пробить по своей картотеке рептилоидов. Вот, собственно, товарищ, собственной персоной. Посмотри. Возможно, ты знаешь его и... Ну, ты понял. Вот. А мы, а мы продолжаем. Мы продолжаем. Нам, так сказать, нам нужно узнать, что там у пожарных. Так, нажмём здесь Escape. Нет, мне есть, не отвертишься. Они не краснее заката в Москве. Нет, с этого улыбаться. Они не краснее. Так и знал, мне напели кукабары, но я не хотел их слушать, а они часто врут, но теперь я поставлю им горчичник. Слышишь, как тикает таймер? Пацаны, а че я сделал-то? Че за вопрос-то был? Я его проебал. Вот уж действительно... Вот это поражение, да. Так что давайте, наконец-то, съебём отсюда нахер. Так, на ракетной базе мы были. Скотобойня, школа, телестанция. Ну, нам интересна пожарная часть. Пойдите, пойдёмте сюда. Россишка погубила Ирод. Да, а всё из-за ответа на какой-то непонятный вопрос. Так, ну и что же у нас с пожарной... Ну, в школу-то мы пойдём, а компота мы уже косплеили в начале эфира, так что... Так, изучайте пожарная машина. Пожарная машина с милым розовым оттенком. Розовым? Комуняки? Я знал! Слишком много искусства! Только в раздевалку не заходят, а заставят письки рисовать. Так, забор. Сияющий свежей белой краской штакетины, словно... Словно аккуратные подтянутые солдаты, стоящие в положении смирно защищающие правду, правосудие и Америку. Учитывая все эти оконные клумбы с прелестными цветочками, у пожара должна быть куча свободного времени. А то, по крайней мере, мы могли бы и спать. Обратите внимание, символ, символ-то на пожарной части. Так, ну что же. Поговорить можно. Прошу извинить за беспорядок, спальня наверху, и нечто чудесное, но гараж, это значит, что необходимо перекрасить. Да ты охуел! Прости, Стив, я не спешусь на уборку. Бегу-бегу-бегу! Хули на первом плане елдак розовый. Ну, это фаллический символ, который должен извергаться, когда в городе происходят пожары. Пацаны, это точно пожарная часть? То, что на нем каска, я как бы догадываюсь, что это пожарная. Но, как нам и сказал военный, тут что-то слишком много искусства. Из его пасти течет слюна. Да, все ебанулись. Не отвлекай меня, я рисую. О, только посмотри, что я из-за тебя... Хватит, ты мне мешаешь. Стоп, ты меня мешаешь. Стоп, ты меня мешаешь. Стоп, ты меня мешаешь. А теперь, Стив, покажи нам свой бронзбойт. Так, здесь можно как-нибудь помедленнее. Так, насилие. Да, подсказки. Чтобы атаковать противников, удерживайте клавишу Ctrl и стрелки направления. Ну, вообще, охуеть. Мне бы скорость диалогов уменьшить. Э-э-э-э, да. Будучку, знаете, можно погромче сделать. Так. Привет, Стив! Пожалуй, в фламенный дом, как мы его любим называть. Оу, хватит пятнышки. Остановить. Когда он начинает лаять, ставить его может только здорово, столько мяса. Ну что, Стив, спорим, ты меня не помнишь, наслышал о коротком замыкании твоей старой проводки Я начальник противопожарной службы Искорка, возглавляю нашу пожарную часть Ну что, хороший начальник Искорка-то Вот, типичная пожарная станция Конферати, а теперь Стив покажи, анус псудерни, пожарник Ну какая скорость, ты будешь, а немедленнее говорить буду, тут же озвучка Ну я надеялся Надо, короче, выпустить специальный патч для слоупоков Так, откуда вы узнали про мою потерю памяти? Кончай придуриваться, все считают твою аминезию чушью, ты всегда был шутником, Стив А к тому же мой долг быть в курсе всех событий общества, чтобы лучше рвуться на его благо Уверен, ты удивишься, когда узнаешь о многочисленных запланированных модернизациях нашей пожарной части Ну точно рептилоид Например Только никому не проболтайся, но у меня есть верток Самый божественный лиловой ткани Я препятал ткань от этих педиков Потому что если кто-то из них увидит такую красоту, то они предвидят ее выкрасить Я сделаю новые шторы для части, а из остатков очень надеюсь, что они будут сошью для всех удобные парные лиловые подушки Это и есть модернизация К тому же, после возгорания в здании редакции в жатве не было пожаров Хотя стоит признать, что дом женщины-осы его ждет и дождется Не так ли, пятныш? Так, давайте поговорим о женщине-осе Некоторые читают, что все, что мы делаем, это сидим здесь и развлекаем себя рисованием Образов мужественности Ничего подобного К примеру, мы совсем недавно вызвали в суд тюцую крам за нарушение пожарной безопасности Все эти высохшие осиные гнезда, развешанные потерянному дому, просто дожидаются подходящего урода Теперь мне никому не нужна очередная фиаско, поверь мне, никому не нужна очередная фиаско, а как пожар наблюдателя Че? Че за хуйня? Так, за упор на за 2300 Ну какое же? Там подскажешь, что не пятныш, а пятныш Похоже, в этой игре все хотят или уже трахнули пацана Что же за пожар в редакции? Ужасное происшествие Трудно поверить, чтобы здание из кирпича и стали и система пожаротушения могло так быстро сгореть Думаете, это был поджог? Да ладно! Дюэйн был рад всему этому, не меньше Майк Найта А если бы ты смог добраться до сдержимого его настенного сейфа Забудь, слушай, Стив, насколько мне известно, пожар был нечастным случаем Давай все так и оставим Рептилоиды не палятся Что за поли-текст? Ну можно написать что-то, например Повтори-ка Ну видите как А я понял, начальники ебанько, я ебу собак Что это за ром? Хочу скачать и проиграть Это эксклюзив Скачать нигде нельзя По крайней мере на русском языке В оригинале называется Harvester На русском скачать нигде нельзя Так что сам понимаешь Возможно вы слишком увлеклись рисованием и не приехали вовремя Искусство обогащает общество, Стив Не меньше импульсирующий шланг или пожарный Выбивающий пылающую дверь И что с того, что мы рисуем обнаженных мужчин Пусть даже исключительно обнаженных мужчин Или одного и того же мужчину во всевозможных использовательных позах Контекст важнее сдержание Процесс важнее натуры Не будь женщиной, Стив Это ниже тебя На рутрекере, если почитаешь комменты Ты увидишь, что на рутрекере выложена древняя альфа-альфа-альфа-версия Так что вот в ту версию, в которую я сейчас играю Не возьмешь нигде Так, выбей своим шлангом его заднюю дверь Ну что ж ты Давайте лучше попрощаемся Пока-пока Светильники слишком высоко Не дотянуться Картина На картине изображен стоящий в лунном свете голый мужчина С огромным причиндалом Да Импрессионистский пейзаж На картине изображены стоящие в ряд фаллические конструкции Декоративный восточный веер и династии Мин Даже это он знает Наступление несчастного случая Вопрос времени И такой камин у нас не где-нибудь В пожарной части Так Ну давайте С натурщиком поговорим Я не разговариваю во время работы, Стив Видите, натурщик сейчас работает С ним даже не поговорить Вот Ну как нигде Ты же взял Так что не годи Тебе не пришло в голову Что это может быть оригинал Я, впрочем, не говорю, что это Лично я запиливал Так Изучить фреска Фотореалистичная фреска С живописным сельским пейзажем Я думал, это окно Ну, здесь, кажется, брать больше нечего Пожарные работают Не будем, не будем им мешать Так что Здесь все, все ебанулись Явно все ебанулись Так Здание редакции Ну, сразу видно, что до соседнего дома Никак и было не дотянуть Иди в школу смотреть, как старики ебутся Ну, 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 ну Сейчас, сейчас, сейчас Здесь, собственно Изучить зола Все, что создание редакции после пожара Нормально, нормальненько так Изучить трубы По крайней мере, в этой провод цел Ну, водички можно наполнить А звук-то, звук-то какой Три пожарных гидранта Здание сгорело из-за тла Да, да Тут, парень, ты задаешь неправильные вопросы Как бы рептилоиды тебя А, стоп, там еще какая-то была хрень в середине Вот это что такое Нет, это тоже всего лишь зола Вот, так что А рептилоиды сейчас вон они на своих летающих тарелках Ну, точно, те не нужны Так, в школу, говоришь Сейчас пойдем в школу Школа имени Гейна Итак, школа, школа, школа Вот так, собственно, и начинается бесконечное лето Дальше не пройти почему-то Но я уверен, что вот С этим деревом может что-то и нужно сделать Правда, пока я его почему-то бью Вот пишут У меня разрыв Вроде бы все всем вещается Так что не надо Школа имени Гейна Распродажа печенья Давайте поговорим с моим директором Это директор Херилл Я же сразу узнал директора своего Стив, хорошо, что заглянул Босс, сколько лет, сколько дим После окончания школы И захотел Я слышал, много воды утекло Можно так сказать Хорошо, это приятная часть моей работы Напоминаю за успехами Выпущенных тобой уже елышей И девушек, конечно Через старого доброго наблюдателя Благослови его, Господи Я могу хватить больше крупнородных Хотя с другой стороны Я никогда не видел же Никто до своего труда так близко Кто вы? Как тебе хорошо известно, Стив Я мистер Херилл Директор школы имени Гейна Я слышал твоей чудоватой лизи И надеялся, что такой милый юноша Ты уже в ложе Сейчас мне кажется, что тебе Помешают отцовское представление Я думаю, что может быть Может быть, ты нуждешь Немного Квалифика Вот тут предлагают Сохраниться Здесь много фаллической тематики Да Почему у нас до сих пор нет оружия? Ну, я не знаю Так, наблюдатель Что за наблюдатель-то? Черт, я очень скучаю по старой доброй газете Шериф даже не предложил усилий Чтобы расследовать дело о пожаре Это подсказывает мне чутье газетчика Хотя, скорее всего, я догадываюсь Почему Дуэн так поступил А я к тому, что от пожара в редакции Выигрыш оказались владельцы листантии И мистер Макнайт, у которого Железный Альбик Конечно, не скрою, что если бы я не пожар То я никогда бы не занял место директора школы То есть, то есть Редакция сгорела Хуй знает сколько лет назад Я еще отучился И пепел до сих пор за все эти годы Не убрали Охуенно Кроме того, всякие Макнайты и прочие Кто, кто все эти люди? Эээ, так Школа имени Гейна Это название больше похоже для кладбища и больницы Не для школы Данное учреждение названо честь великого человека Имя которого я не запомнил Он реализовал великие возможности Заложенные в каждом из нас, босс Я слышал, что в ложе есть реальная доска в его честь Вот, ложь, ложа Подходи к нему сзади Когда он наклонится Бей рукой в область аноса Ах ты! Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Или кто будет дергать за ниточки. Насколько мне известно, не исключено, что ты уже член Ордена с доступом в ложу. Не будьте это так, ты стал бы моим начальником. И самое лучшее, что я смог бы сделать, это выказать тебе уважение. И дать несколько отцовских наставлений. Внучаев! Он про внучаева! Лицо персонажей не видно. Ну, сейчас мы с этим придумаем, что можно сделать. Я думаю, мы это решим программными методами. Так. Давай попробуем вот так вот. Чтобы тебе было лучше видно лицо персонажей. Вот как-то вот сюда вот их перенесем. Ну вот. Так. Что же за отцовские наставления-то? Что ты произносишь под отцовскими наставлениями? Некоторые вроде мисс Уэйли, сторонники жёсткой дисциплины телесных наказаний, консвестные об отцовских жизнях и обществе. Лично мне понравилось дисциплинирование с любовью. Отцовские наставления могут быть такими воодушевляющими и несущими новый опыт. А через каких-то несколько занятий, ты бы покончил с этой идиотской амнезией и стал бы продуктивным членом общества и подходящим кандидатом в ложу. Вот, школа гейной. Бездуховные капиталисты в честь геев школу называют. Да ты ухуел. Тебя просишь сделать лучше, на деле говно ещё хуже выходит. Да чего, в углу же ничего важного нету. Но это же дети, их надо любить. Музыка в школе Твинкл Твинкл Литл Стар. Так, что же за амнезия-то? Да неплохо выпускник не считает, это чушь с амнезией. Это не чушь. Ну, ты всегда был шедниковым, Стив. Вот, может, тебе стоит немного прочистить мозги. И я смог бы в этом помочь. После нескольких оттузских на столе ты стоишь ещё более прекрасным юношей. Вот, несколько вариантов выбора у нас исчезло. Ну что, что я могу сделать с ним? Ну давай сюда его перенесём. Вот, я не знаю. Вот. Правим игру как умеем. Артурчик, а тебе какие фильмы нравятся? Ну Мэдисон там хованский. Подставляем у щенок ёбаный. Подставь окно с пердедом на место, где появляется рожа главного героя. Ну, я так и сделал. Так, ну давайте с отцовскими разноставлениями. Впрочем, мы это уже проходили. Вот, давайте поговорим о ложе. Помимо некоторых отцовских наставлений, босс, лучший подарок, который я могу тебе дать, это твой, как бывший в школе директор, это совет. Любой ценой вступи в орден полуночные жатлы. В ложе заключено твое безоблачное будущее. В общем, в общем, одни предлагают мне вступить в ложу. Мамка, вот, директор, все успешные. А солдат, настоящий мужик, вот, говорит, чтобы ни в коем случае не вступал, держался бы от нее подальше. Что делать? А ты бы пошел в ложу? Наверное, да. Не забывай нас, заходи, образование для взрослых такая же честная вещь, как и отцовские наставления старшим детям. Ну, вообще, вообще, охуеть. Охуеть. Так. Что тут у нас есть еще? Доска с объявлениями. Доска с объявлением, для объявлений, тыканная скобами. Есть какой-то, вот, видимо, выход. Если есть выход, давайте попробуем сюда выйти. Изучить учебник. Изучить ученики. А, детишки выглядят остолбеневшими и зомбированными. Я всегда догадался, что в школах зомбируют. Вот меня, вот, зомбировали. Кстати, обратите внимание, что все персонажи игры говорят, что ты всегда был шутником, Стив. Все, как под копирку, наверняка, это их так запрограммировали. Проиграл с алфавит. А что, нормальный алфавит? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Все, все правильно. Нормальный алфавит. Вот, если бы здесь было АБВГД и так далее, вот это было бы интереснее. Так, вот пишет, наверное, да, попался продажный пиндос. А просто убрать. Нет, нет, все ради этих частиков, собственно, я здесь и нахожусь. Понимаешь, вся трансляция, все, что ты видишь, это все ради вот этих частиков и логотипа. Если бы не логотипа и часики, всего бы этого бы не было. Все бы это потеряло смысл, понимаешь? Зог в игре, все в ложу. Канделяй, бру, не трожь, это символ нашей ложи. В алфавите только 10 букв. А что, просто у них первый класс наверняка и все остальное не нужно. О, у них алфавит Elementary School, Cut Edition, только до буквы J. Остальные это заплатные DLS и факультативы. Ну или просто не хватает у детишек памяти. Я вот на днях вырезал буквы И, и И у меня было одной буквой. Мягкий знак и твердый знак был одной буквой. И Е и Ё тоже были одной буквой. Ну так, ну-ка, давайте продолжим. Зачем проектор? Проектор специально сконструирован для возможности проигрывания под водой. А вам нужен проектор, чтобы под водой его... Даже бумажные аппликации выглядят остолбеневшими и зазомбированными. Э-э-э, я еще не закончил. Мужик, вернися. Так, что бы здесь можно было бы сделать? Проектор мы изучали. Бумажные аппликации. Понятно. Так, доска. Схематический рисунок ложи. Даже здесь с малых лет детям рассказывают про ложу. Так, каждый раз проигрываю под водой. Да, вот я тоже. Мария Ивановна потыкает. Цель, говорит, какая. Ну, надо разобраться, что мы делаем вообще здесь. Ух ты, мой! Класс! Это Стив! Он тоже закончил нашу школу! Класс! Скажите здрасте! Они такие зажарные! Спасибо, что у учеников сегодня серьезнейшая проблема для преподавателя. Что случилось с их головами? Мы хотим видеть тебя одним словом, Стив. Дисциплина. Слава богу, ты не был хмурым, Мишка. Ты всегда был веселым, Мишка. Значит, вы помните меня. Смутно! Столько учеников Стивен приходит и уходит. Но я всегда замечаю хороших мальчиков. Это заметно по лбу, долям. Верно, класс? Я рада, что зашел, Стивен. Не хочешь сказать класс несколько слов о гражданской ответственности? Не особо. Я просто проходил мимо. О, но ты должен, Стивен. Возможно, хорошим мальчиком подражая единственная вещь, способная в действии на этих маленьких мостах. Стивен, у тебя есть еще какие-нибудь вопросы? Или мне можно продолжить урок? Пацаны, у меня урок от этой хуйни. Вот. Сейчас этот момент... Так, так. Стив и внучата. Да. Давайте спросим о чем-нибудь. Так спрашивай! Ээээ... Что такое ложа? Это ложа. Что вы не знаете? Само здание, как и вся жата, было возведено с определенной целью. Эта благородная цель известна только состоящей в ордене. Ты как раз в том возрасте, чтобы присоединиться к ним, Стивен. И сделаешь это, если заботишься о своем будущем. О, я никогда не заботился о своем будущем, да. И поэтому до сих пор не в ложа. Мы не практикуем здесь телесные наказания. Я никогда не верила в поговорку, пожалеешь. Розда не створчешь ребенка. Розда слишком тонка. А вот бейсбольная бита... Да. Да. О боже, полковник Монро приводит очередное учение ПО. Все в коридор. Если а-бомб hits, то что будет это сделать? Что будет делать? Ну, пионерлагерь... Мамочки мои, это было так? Блядь, не успел. В общем, пионерлагерь внучонок, собственной персоной. Можете рассказать себе что-нибудь о Жатве? Жатва была восстановлена Орденом Полуночной Жатвы более ста лет назад. С какой целью? Я думаю, тебе стоит просить тихо об этом их самих, и ты можешь найти членов Ордена в ложе. Ну что, давайте ещё раз, ещё раз посмотрим о том, что... Розги, это херня! А вот бейсбольная бита. Кстати, если кто-то может сделать транскрибацию диалогов, которые в роликах, пожалуйста, сделайте это, потому что они остаются непереведёнными. И чё они там пиздят, хуй поймёшь. Вот что он спизданул? Мамочка, давай вот так волнующа! Заходи в любое время, Стивен! Эх, какая хорошая школа! Школа, милая школа! Я примерно так же вот и учился. Так, если у нас здесь ещё кладовка, дверь заперта. Есть пожарная сигнализация, стекло-бручка включения пожарной сигнализации. Давайте попробуем её активировать, что ли. Но сначала, я думаю, неплохо было бы сох... Ай, блядь, не загрузиться! Нет, 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 нет! А прямо... Сохраниться! Вот, тут, конечно, куча сохранений есть. Но разве они нас интересуют? Вот, давайте... Сохранимся, и... Директор Херилл не позволит нам включить пожарную сигнализацию. То есть надо его как-то... Выманить! Давайте надо болтать со старичем, пора уже вступать в Орден! Ах ты, рептилоид клятый! Отвратительная смесь изжёванных жвачек, скомканных любовных посланий, сломанных, истекающих синими чернилами шайкалых ручек и бумажных салфеток. Изучить фонтанчик для питья. Фонтанчик для питья не работает. Здесь тоже ничего не работает. Вот. Изучить свои вещи. А что у меня в своих вещах есть? А у меня ничего нет с собой. У меня полный-полный тлен. Вот. Здесь тоже можно только поговорить с Хериллом и... Всё. Так что валим из школы, делать здесь больше нехуй. Хотя, хотя... Вот ты говоришь выебить директора. Ну давай попробуем выебать... Так, директора пока он не видит в плече сигнализацию. Вообще, мне кажется, что... Короче, пацаны... Все на хард-хард-бас-басы. Вот. Угораем. Вот эту дискотеку устроил. Больше здесь ничего особенного-то и не сделать. Так, в школе я был. На скотобойне я не был. Пошли на телестанцию, может быть. Где? Чё? Замечательная студия... Изучить индейцы. Они слишком увлечены выпивкой и курилами не обращают на вас внимания. Эх, по жизни на меня них вы не обращать внимания, но, наверное, оно и лучше. Серебристый такер с жёлтым салоном. Собственно, здесь изучать-то и нечего. Кроме как взять и войти на студию. Коровкам давай иди, коровкам. Ну, сейчас пойдём. О-о-о, я поржал. С чего ты поржал? Я не знаю. Иди на АТС! Все на кастинг, пацаны. Так, изучить сиденье. Либо шури достаточно популярно, либо никто не хочет пострадать от шальной пули. Хорошее шоу. Я думаю, Серёженька Внучаев должен поставить что-то такое в своей школе. Странно, за камерами никого нет. Банальная декорация Вестерна со своим неотъявленным атрибутом и картонным вигвамом. Весьма примитивная форма управления залом. Так. Нам, кстати, тоже нужна такая табличка, чтобы написал и сразу... Аплодисменты! За камерами никого нет, пацаны! Вот. Ну и всё вроде как. Чё здесь ещё делать-то? Дядь, чё? Очень плохая связь. Странно, учитывая, что сигнал идёт отсюда. Ммм... Может быть, это сигнал появления рептилоидов. Наверняка. Ммм... Картинка с изображением роскошной модели и подписью поцелует мой ананас. Рэд... Эээ... Маффи. Так. И вот с Макнайтом. Можно говорить о Макнайт, как вы помните. Человек с железным алиби. А я ищу ход споты, куда бы ещё можно было нажать. Ну, их просто тут похоже нет. Просто можно поговорить с Макнайтом. Привет, корешок. Я Топис, частая собственность. Да, знаю, миссер. Макнайт, владельц управляющий телестанции. Ты принёс мне новости для ночного эфира или... Я потерял память. Такая новость. Херня это! Ты всегда был шутников, Стив. Сообщишь мне каких-нибудь настоящих новостях? Если честно, я хотел побольше узнать в телестанции. Эй! Дичё, единственная телестанция в городе, после того, как стрелянный наблюдатель пошёл ко дну из-за пожара в здании редакции. Мы в шоколаде. У нас нет грентов, корешок. Должно быть, и вы с партёрами богаты. С партёрами, приятели, я всё делаю один! Вот, и-и-и-и бросил трубку. А придержи коней! В общем, иди нахуй отсюда! Всё, всё, больше партнёров нет, даже не расспросите. Все диалоги не почитать. Длинновато, но ближе к реалиям жизни, которая и так заебала. Так, можно поговорить с Рейндж-райдером. Оставайтесь с нами, ковбой! Ковбой с керодой у Рейндж-райдера продолжается. Так что не съявуйте. Как тебя зовут, парень? Стив. Стив! Стив! Хм, хочешь автограф, Стив? Эхм, эхм, да. Просто только его собаку зовут Стивом, ну, понятно. Ээээээ... Да, наверное... Нет, мне интересно... Тебе стоит поговорить с мистером Акнаетом, ковбой! Я всего лишь Рейндж-райдера ленивый, ковбой! Прошу прощения до конца рекламы, мне нужно успеть сгонять, привязать коня! Насилие на ТВ Насилие? А что с ним? Вашу передачу смотрят... О! Ну вашу же передачу смотрят дети! Вам не кажется, что это насилие плохо на них сказывается? Мне нравится кровь и насилие, которыми брызжит ваша передача Пацаны, чё выберем? Давайте ставьте лойсы один или два Это шоу смотрел брат Стива вначале в доме, где мамка пряники жарила Да-да-да, именно его Но всё-таки... Собственно, что ещё в этом городе смотреть, если здесь одна единственная телекомпания, телестудия Так что... Так, второе давай, первое Далее, давайте-давайте ещё-ещё У нас сразу паритет В один момент пришло два сообщения И одно из них даже пропало Так, давайте-давайте Голосуйте, голосуйте Первый или второй вариант Ну же, ну же, господа, давайте Мне просто так вот и подмывает скосплеить Серёженьку Внучаева Так, второе, первое Кхм... Один Д2 ДалО 2 Ну что же... Второе... Второе... Или первое... У нас идёт паритет Так, вот... Ещё одно со... Ещё один вариант за первый Так что косплеим Внучаева Насилие, так же по-американски, как яблочный пирог и низкие оценки на тестировании Где вы сейчас были, отправляясь к ковбою убивать невинных людей и захватывать их в земли? Что на это скажешь, мистер всезнайка? А как же исследования, показавшиеся, что по просмотру насилия дети становятся жестокими? Ковбой! Я упускаю кишки безбожным индейцам-язычникам, а обычно детишки с ними не сталкиваются А если даже изоткнуться, то и лучше проверить зрение или поступить, как старина Рейн Шрайдера И пристрелить их нахрен, если детишки не желают словить незначимых психических глюков или оставить свои скальпы на поясах А насилие на телевидении болтают те же самые родители, которые выходят по утрам за газетой И с полной уверенностью, что они получат стрелу в башку А потому, что насилие, которое они так ненавидят, избавило их от соседства с индейцами Да, цивилизация выделила от насилия, но стоит ли подавать его как-то развлечение? Вы понимаете мои рейтинги, сынок, это развлечение! Я просто выпустил его в эфир! А если его осмотрят детишки, это популярен у детишек, а не моя! А теперь прошу меня извините, мы возвращаемся в эфир! Кхм-кхм, да Ну, в общем, здесь дальше у нас больше особенно нечего делать Так что съевываем отсюда И пойдем, наверное, за коровками Будем вот за коровками наблюдать Так, как отсюда выйти-то? Вот За коровками Мясная корпорация жатвы Ах, изучать здание И здание из красной кирпича, сходящее внутри ужасной вонью Собственно, здесь делать абсолютно нехуй Так что сразу, сразу зайдем Сколько кис Да, да, да Вот Собственно, давай пока что вернемся на минуточку И посмотрим Можно ли как-то на них, нет, на них не повоздействуешь А я бы изучить следы Смотрите, есть следы Кровавые следы от автомобильных шин Ох, какие замечательные у нас тут наблюдения Что за кошерный аутизм в Играбляцке? Такая-то красота Это жатва, сынок Точнее жнец Скотобой на жатвенок Ну, это нужно Сереженьке предложить Вот у него много детских проектов Например, можно вот вывозить детей на скотобойню А пускай поработают Вот тут кошечки же Содержим этих бочек пахнет невероятно отвратительно С костями не поработать С бочками тоже Вот Изучить грязное пятно Некогда это было кошкой Вот, это было кошкой некогда Изучить мясо Стив Как твой отец? Ему лучше? Ээээ, думаю, всё так же Он же несколько недель не появлялся на бойне А когда я звонил вам домой, твоя мать Я тоже видел Должен признаться, скверны это дела Хотя твой бизнес Космейный убийца для вас у святоса Не может не радовать Кто вы? Ох, Стив Я не верил этим слухам про мази И тут ты говоришь, что не помнишь своего друга Пэта Орайли Кошки мелкие, а туши висят большие Эхэ, реквестирую марафон коровок Ну сколько можно? Коровки уже не раз марафонили Так, семейный бизнес Болезнь отца Кошки А что это за кошки? Здесь бойни или питомни? О, кошки Они просто подъедают остатки Да, но смотря на них Разве здесь нет инспекции, которая слилась с такими вещами? Ты собираешься работать с инспекцией Steve Или здесь? ТААААААААААААААААААААА ЧТО ТЫ НЕРВНЫЕ? ЧЁ БУВЛ? Возможно… МЕЯ ПМОСТО НОСТАЛЕНИ ВЕЧАСНОИ ВЕЧАСНОЮЙСЬ ЦИС БАГОЖЕЛАТЕЛИ Ты увидишь. Итак, эээ, он семейный мир, и еще помнишь, что этот бизнес не всем поздравил, а сию своего несчастного пашу? Тут требуется самоотдача. Довольно часто закончил ротнувать руки, и выкаривая тяжелый мешок из-под, ну, я признаюсь, нескольку выпить при виде мяса, но мясо — это одна из основных оставляющих нашего рациона, и если ты способен имать им целый день, а после налейте на сочный съей... Ну конечно, Мнезия в таком случае Нерго, не так ли? Болезнь отца. Чем более твой отец? Я не знаю, я не могу с ним повидаться. Мамка к своему бабке не пускает, которые в соседней комнате! дожили... Ммм... Мясо. Кстати, я не видел здесь ни одной герои, где вы держите животных? Ха-ха-ха! Ну какое дело, клиентам забудет конечный продукт, а мы поставляем только лучшее мясо! Музыка. 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 Когда ты приезжаешь в этот бизнес, ты не понимаешь, что важно поддерживать качество для тебя не разбирающим. Иначе была бы ложа в числе наших клиентов. Кхм-кхм. Итак, уверен, оно великолепно. Могу ли я взять немного домой? Господи, опять это ложа. Слушай, Стив, я ещё не видел столь почтенной группы людей, как Орден. Подумай, лучше вступление в Ожу. Хорошенько подумай. Ах... Ложа. А мы поставляем в Ожу булфабрикаты для празднества, устраиваемых Орденом, полученные жертвы каждое лето. Хотя в другой... Почему чёрт лучше послужить, послужиться к ним? Это отличная организация, Стив. Они выполняют бедетельную работу, как и мы, честники делают своё дело, и ничего не ждут взамен. Как-то за счёт чего они себя содержат? Членственных взносов? Несколько я слышал, это работа уже награда. О, пацаны, работать в нашем банке уже почётно. Ах... Так... Я не видел ничего. У меня было... Только вещественной. Когда вы выживаете бизнес, вы увидите важность, чтобы сохранить качество, во время выживания стоимости. Мы знаем, что мы делаем здесь, Стив. Нужно поддерживать высокое качество по радующим ценам. Уверен, оно великолепно входит немного домой. Твой отец весьма чепетильный в плане прибыли. Стив, никакой халявы. Но учи давай, что ты его сын. Я дам тебе мясо, когда выезжу на это разрешение за его подписью. Эх, даже мясца не нарежут. Эх, правда про рашка производства. Эх, эх, эх. Ну это же загнивающая Америка. Есть профессиональный успех, Стив. Когда твоему отцу полечать, ты же начнёшь работать, разделывая мясо. Он тебя... Что-то у него какой-то слишком... Чистый голос для мясника. Ну ладно, пока, чмавки. Зародайся всем уж, Стивом. Огромный привет отцу. Эммм... Вот и... Всё, пока что мы только шатаемся и... разную херню... ...говорим. Вот, везде. Изучить котёнок. Кис-кис-кис! Ты найдёшь этого котёнка. В общем, ничего, ничего не работает. Так. Настораживаю этот вопрос про коров. Неужели человечинку разделывают? Хе-хе-хе. Глодин, задавай глупых вопросов, Стив! Вступай в ложу! Вот, знаете, это... Я прочитал. Школа имени Герцена. Да. В гастрономии номер пять. Так. На телестанции мы были. В школе мы были. В здании редакции мы были. В пожарной части мы были. Нам осталось только в ментуру пойти. От пизди котяток на улице. Ну... Как я буду по котяток-то пиздить? Итак. Мы около ментуры. Почта США. Пацаны. Давайте я вот... Выключу... Надписи. Почта США, короче. Ты такой шутник, начальник. Да что ж ты, у меня ж вот... Аутизм от всей этой игры. Так. Что бы здесь такое поклацать? Изучить автоинспектора. Этот коп не обращает на вас внимание. Он слишком занят составлением протокола. Так. Что бы еще можно было... Нажать. На небо жать смысла нет. Светильник не кликабелен. И вообще... И вообще для таких аутистов, как... Это... Как я в этой игре должны быть какие-то... Подсказки со стрелочками. Туда надо нажимать. Изучить флаг. Как... Да здравствует Звездно-полосатый! Тудау... Тудау. 6set Irish. Короче пошли в ментуру. Эээ так, что тут есть? Надпись изучить свои вещи... Эээ... Намного лучше будет это все. Ну, вообще-то, вообще-то, это считается одной из самых кровавых игр, которая вообще только когда-либо выпускалась. Вот, здесь такие сценки есть, что у-у-гу. Тем более, что мы играем в оригинал Uncensored Version. Вот. Изучить шкаф для документов. Пустой шкаф для документов с наклейкой «Раскрытые преступления». Раскрытых преступлений в этом городе нет, пацаны. Анон, и что я прогондонил? Ну, пока что только пытаешься прогондонить и прогондониваешь наш игробляц. Изучить карта. Хм, карта жатвы. Это что такое кофеварка? Кофеварка шипит на вас со своего пьедестала. Вот сволочь. Вентилятор не используется. Так, на нём наклейка «Нераскрытые поджоги», и он под завязку. В общем, раскрытых преступлений нет, а нераскрытых поджогов под завязку. Кровавый, не смешите мой Фоллаут. Ну, ты прогондонил полуграбляцкий эфир Евы Тян. Да, есть такое. Что здесь ещё есть? Шкаф для документов. Изучить двери. Дверь заперта. Часики. Дверь. Дверь заперта. Это комната улей, где мы храним предпределы, найденные на местах преступления. Она всегда заперта. Там есть вещи способны доставить людей плясать под мою дудку. Если я захочу. Так, на нём наклейка «Нераскрытые убийства», и он под завязку. В общем, нераскрытых убийств и нераскрытых поджогов до хуя, а раскрытых нету. Так, поговорить с помощником Луэллисом или поговорить с шерифом Дуэйном? Давайте сначала поговорим с шерифом. Здравствуй, Стив. Разрешение поставится. Я шериф Дуэйн Дуэйн. Это... А это Луис. Лумис. Рад встретить, наверное. Значит, мы с вами раньше не встречались? Конечно, встречались, просто я слышал твои мнимые амнезии и решил немного тебе подыграть. Правда, очень надеюсь, что это обычное дурачество, а не начало какого-нибудь серьезного психического заболевания. Держись подальше от неприятности или уходишь за решетку. А это не очень подходящее место для свадьбы. Знаю, это стало очевидцем того, как мисс Уилли поддерживает в школе дисциплину. И ей показалось, что, по-твоему, это небольшой перегиб. Откуда? Откуда ты, сука, знаешь, что было в школе? Я же только-только там был. Тварь. Откуда? Вы что? Все рептилоиды тут? В этом городишке? Где, кстати, тянка героя? А вот хороший вопрос, сейчас мы пойдем ее искать. По-моему, она, скорее всего, уже в соседнем доме. Собственно, других домов-то здесь и нет в округе. Если это одна из самых крыло, то Манхан тогда что? Просто мы еще не начали играть нормально, а я страдаю от аутизма. Так, кто это ваша Эва Тян? Сто раз видел в программе эфира, услышал о ней, но не понимаю. Ну, что же, что же, тогда тебе не нужно знать. Так, это ненормально, это калечит детей, пацаны! Выкидывай с головы с ног, и они вмешиваются в школьную дисциплину, потому что полностью полагаюсь на профессионалов, и тебе советую. Примерно так я лежал в больнице. Черт, да не найдется психиатра, который не признал, какое умиротворение может дать дырка в голове. А с наукой не поспоришь, Стив, она больше, чем все мы. В общем, всем дырка в голове, если вам нужно умиротворение. Так, давайте поговорим о амнезии. Я-то пытаешься разбить сердце из своей материи всей этой болтовнёй про амнезию. Я говорю правду, потому что никто мне не верит. Ну, ты всегда был шутником, Стив! Да, все так говорят. Черт, тебе нужно стать серьезнее, у тебя скоро свадьба, черт убери! Да, ты должен думать о своей карьере и оступлении в ложу. А чё со свадьбой? Амнезии у тебя или нет, но ты не мог забыть, что собираешься жениться. Сами прекрасные малышки в жатве. По-моему, вы со Стефани идеально друг к другу подходите. Лишь бы несбывшаяся надежда её отца всё не испортила. Избывшаяся надежда, мистер Поттсдам хочет провести свадьбу в ложе, но дорога туда ему заказана, как и все остальные первого числа. Каждое месяце он торчит около почтового отделения в ожидании, когда Бойл вынесет бланки. Там вечно длинная очередь, бланков на всех её не хватает, даже если тебе удастся получить форму, мало шансов, что тебе повезёт. Многих приглашают в Орден, а принимают ещё меньше, а Поттсдал, эх, ему уже столько раз отказывали, и если он чем-нибудь, что-нибудь не удивит, его ничего не светит. Ой, тленно-то и безысходно. Одна пишет, ты не знаешь, я утян, ещё и в ложе не состоишь, небось, а тоже ж. Так, давайте поговорим о ложе. Я не стану скрывать, я бы не усердствовал в работе КБ и не стремление в ложу. Вступить в Орден Получной Жатвы – заветная мечта каждого в этом городе. Так, эээ... Может быть, скажем правду, а? Но я так сейчас думаю, что после этого диалога меня пристрелят на месте. Хотя, мы особенно ничего по игре не сделали, так что... Ничего глупо я не слышал, ты ещё мальчишка, ещё мальчишка я хотел попасть в ложу, и повзрослев, я бы вступил. Вот только никто мне не помог, ни мои учителя, ни духовный наставник. Нельзя счастливить мечты без чьей-то помощи, меня не взяли, но мой провал – это провал всей Жатвы. Стив, помни об этом. Где-то на подсознательном уровне ты всё равно хочешь вступить в ложу. Ну или скоро захочешь, особенно когда наступит время свадьбы. Эх, пацаны, эээ, а что говорит ваш духовный наставник? У вас духовник-то есть? Ах... Ну это было всё уже было. Когда Бойл вынесет в бланки заявление в ложу. Вот, бланков не хватает, ну, в общем, а что с преступностью-то у нас? В касательном преступности с момента пожара в здании редакции, в Жатве не произошло никаких маломальских серьёзных происшествий. Конечно, если вы считаете, что чуть ли не каждую неделю мы обнаруживаем труп очередного бродяги. Но в остальном здесь тихо. Вот. Кхм, бродяги. Через Жатву нескончаемым потоком проходят бомжи и прочие бродяги. У всех этих людей, как правило, плохое здоровье. Уверен, они приходят в наш честный городок убедиться, что это отличное место, где можно умереть. То есть они постоянно здесь умрут? Как муки. Будь это в моих силах, и всех бы их пересажал. Но камера не резиновая. К тому же они недолго здесь ошиваются. Конечно, это большая нагрузка на мистера Мойнаха, который нечёт затраты на их похороны. Надеюсь, вся организованная ОРК совместно с ложей распродажа печенья сможет управить его финансовое положение. Ох как, тут и распродажа печенья, и мамочка, которая делает печенье и выбрасывает их сразу, и все-все-все. Он говорит, это такой шутник, юзернейм. Да. А вот и коровки. Да, мы наконец-то поняли, где они берут мясо. Так, что такое Мойнахам? Ой, я забыл, от своей маназии. Мистер Мойнахан владеет отелем сбившийся путник, и Моргом, своего рода вторая смена для обедняги. Мородяги постоянно приходят туда в поиск, где шоу ночлега, а потом вздыхают. Пацаны, всем, всем стартап, короче. Возможно, это не случайность? И, конечно, преступление. О нет, милосердие Мойнахана не знает границ, не в его интересах их заселять, но выселяет он их мгновенно. Он считает, что если они не могут заплатить ценомер, то черт с ними, но если они не могут заплатить за похороны, то черт с нами. Из-за запаха и все такое. Я уверен, что не стоит наговаривать на Мойнахана, так как он согласился представить свою часовню для проведения церемонии. Церемонии чего-то там. Так, свадьба, амнезия. Ну что, мы вроде как все поговорили. Вот, блин, забыл. Ну ладно, тюрьма. Тебе не захочется оказаться в этом месте, только у нас сжатые правила трех страйков на убывание. Когдаешь в тюрьму и в третий раз живым тебе из нее не выбраться, так что не нарушай закон с ногом. Нази или нет, я живо тебя упеку. Оказательное присутствие, ну, понятно. Пока-пока. Все, нет, бродяги. Проведение церемонии для твоего бракса, считай, не все такое. То есть, Мойнахан еще спонсирует мою свадьбу. Может быть, поговорим с Луллисом? Чем-то могу чем-то помочь? Запах кофе просто великолепен. Нет, просто осматриваюсь. Не стесняйся, кстати, тебе чертежки повезло, что ты женщина Стефани. Она не похожа на женщину, которую будете провозить в доме. Очень надеюсь, что она не станет такой, как миссис Лумис или, упаси боже, мисс Феллс. С такими женщинами ужасно трудно удовлетворить свои мужские потребности. Я знаю. Поговорим о мужских потребностях. Но ты же понимаешь, что иногда мужчине приходится делать в машине на стоянке, или с дуплом на высоте пояса, или в тюремной камере в полночь. И же понятно, что у миссис Феллс нет причин не продать тебе журнальчик с парой французских открыток. Если можешь заиметь один такой, приноси его, когда шериф уйдет на обед, и я буду у тебя в долгу. Так, у нас есть еще один квест. Это не Мойнахан, это Мойша. Ну, предложи свой вариант перевода. Собственно, перевод, вот, переводится. Конечно, я говорю не конкретно о французских открытых. Просто их так называли в мое время. Любой журнальчик с фотографиями девушек, который для мужчин вполне подойдет. Я бы очень благодарен, Малет, если ты мне его принесешь. От миссис Феллс в магазине тоже, как от козла молока. У нее есть особый журнал с фотографиями тех самых дам. Она мне их не продает, потому что знакома с моей женой, миссис Лумис. Зуб даю, что это сжигает мои штаты изнутри. Даже если я просто намекну про них, она расскажет миссис Лумис, и там меня отметелит. Ты, блядь, побошник шерифа, ёбаный, и стыд. У меня даже сердце кровью, блевать, когда она сжигает мои французские открытки. Я не могу их заменить. У мужчины есть потребности, ты же понимаешь. Да, и я прекрасно понимаю. Зачем ему журнальчик? Своди его лучше в пожарную часть. Да, ну, он же на работе. Так, эээ... Ну, хоть какие-то два квеста мы получили. От военного и вот от помощника шерифа. Так, здесь мы на нижнем уровне всё изучили. Так, есть морг в Синей Дубров. Есть кладбище. Есть ложа, ракетная база. Ну, на ракетной базе мы уже побывали. Вот, на кладбище мне чё-то пока что не хочется. Отель сбившийся путник и рядышком сразу морг. Хорошее такое сочетание, хорошее планирование. Я думаю, самое время мне к своей бабе сходить. Так, почта, парикмахерская, Бакалея, ваш дом, дом пост, подсдамов. Заброшенный дом, дом Джонсона. Короче, к соседям идём. Гараж не мешал бы перекрасить. Да, окно над дверью в форме колеса-повозки. Слишком высоко, чтобы заглянуть. Стекло такое чистое, что отражение трудно разглядеть. Ну, это же хорошо, ты посмотри, что там внутри. Куда бы, куда бы ещё можно было нажать. Ладно, пойдём в дверь. Звонок не звонит. Чё-то мне кажется, я как-то не туда зашёл, пацаны. Так, и тем временем у меня появился какой-то предмет. Разрешение на мясо, просмотр по щелчку левый клай. А, правый короткий мышки. Мясная корпорация Жатвы. Официальный бланк выдачи мяса. МРС-231Б-ЦХ. Замечания лица, не упомянутые здесь, как получатели неприятных обстоятельств не имеют права получать продукты Мясной корпорации Жатва. Собственно, это ещё один квест, который нам, видимо, нужно решить. Так. Что здесь у нас есть? Погребаль. Урма единственная предмет в шкафу. Ну чё, нормально. Гигантская мутировавшая аспаржа. Невероятно крепкая. Смотря на то, что горшок залит красным цементом. Возможно, благоприятные электромагнитные поля Жатвы. Да, здесь всё в электромагнитных полях. Мужик в режиме Time to Fab. Хе-хе-хе. Да. Пепельницу давайте изучим. Пепельница имеет форму определённого человеческого органа, который мы называть не будем. Ах ты! Пацаны, у меня стартап. Давайте будем делать пепельницы в виде специальной формы. Хозяин дома, пожирающий мясо. Ммм. Диван обтянут кожей молодого дермантина. Молодой дермантина-то что? Так. Так. Обивка вся в пятнах после многих лет обильного подотделения, сидевших на ней. Да. Да. Я боюсь представить, что это за кресло для потения. Так. Пойдёмте-ка сюда. Прости, что повидаться Стефани, ты должен сначала сбросить разрешение у миссис Потсдайл. Она на кухне. Окей. Давай вообще поговорим с тобой. А вот и он! Мой будущий зять! Как у него дела? Что привело его в дом Потсдайл? А? 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 Молодой дермантина, это шутка такая про искусственную кожу. Ээээ. Так, так, так. Эээ. Я... Я пришёл повидаться с Стефани. О, лучше обратиться к этим сосюжене. Носвали Стефани под домашним арестом. Мне хотелось, чтобы она передумала последнюю минуту. Тем более, когда на кону столько мяса. пацаны у меня хлеб жатва выпускают теперь ты знаешь из чего он сделан ищи свою степане и на кону столько столько мяса так мясо мясо основы льва настолько общество требуется три порции красного мяса в день а любой отрицающий это коммунист somethi собаку нас вела фосфие это тем, что я даже не попал в ложу ну про мясо понятно ложа почему вы так стремитесь попасть в ложу Внутренние чудеса, я слышал там столько мяса, что они не знают, что с ним делать. Учитывая твой возраст, Стив, ты можешь сходить на почту и заполнить заявление в ложу. Им всегда требуется свежая кровь. Ну, ну вообще, охуеть. Здесь ещё, похоже, одно место для коровок. Хоть здесь тем продают по номинальной стоимости мясо на мясо. Так, давайте поговорим о Стефани. Почему Стефани под домашним арестом? Не смотри на меня, миссис Поттсдам хочет, чтобы Стефани хорошенько подготовилась к этому ответственному мероприятию. Будь это моя воля, я бы без проблем пустил тебя наверх. Но, моя жалушка, ты должен получить её разрешение на встречу со Стефани. Извини с ним, меньше всего я хочу ссориться с тобой и твоим отцом до свадьбы. А когда на кону мясо, ты ведь... Я напомнишь отцу про мясо? Да, да. Отец. Я не видел отца, он заперт в комнате. Он же не висмерти. Говорю вам, не знаю, это женщина-мама и никого к нему не подпускает. Крестенович, раз, когда ты его увидишь, обещаю передать мне привет и скажи, что я молюсь за его скорейшее выздоровление. И ещё, не напомнишь ли ему про мясо? Про мясо самое главное! Да, хорошо, если увижу. Тебе стоит быть более внимательным. Если он умрёт, то кто будет управлять к кодобойник? Кто будет заботиться о мясе? По-моему, она перейдёт тебе и его сыну. Согласен? Дай ему уже талон на мясо, он надоел намекать на это. Скотобойник, даже не представляю себя лучше мясный раз, чем скотобойник. Так, может быть, весьма увлекательно. Конечно, с этим было бы просто замечательно, с этим не посмотришь, что это снабжает мясо в суржатах. Это честно оказаться в таком бизнесе. Конечно, разделывание животных киса, какое-то весёное занятие, ковряние, вытушку из... Увлечение кровавых внутренностей, обливающих тебя кишки и визит сущий запах смерти в перемешку с дерьмом. Разумеется, те минусы, но ты закончишь и все водорезы смоются в водосток. Что останется? Ну, что останется? Мясо! Огромное количество восхитительного красного мяса! Ну, пока, чувак, пока. Надеюсь, ты говоришь, что он намекает на это, ну, давай. Да? Да, очень мило, а у тебя есть мясо? Да ты охуел, блядь! Нет, в общем, бумажку ему давать смысла нет. Пойдём к бабе. Так, что-то у нас есть. Стойкость в кухне имеет свежий вид и аромат. Здесь ничего нельзя. Недавно политы искусственные растения в маленьких пенопластовых шариках. Какая-то странная кухня. Слишком чистая для кухни. Ладно. Холодильник заперт. Холодильник явно в кровавых разводах. Кусты мешают её открыть. Заднюю дверь не открыть из-за кустов. Кусты шок. Ладно, поговорим с Миссис Постом. Здравствуй, Стив, ты сегодня почистил зубы нитью. Вы тут в точках моя мама, кроме что прически. Я хочу повидать, как же её имя. Стефани! Стефани под домашним арестным стивом. Почему? Можешь сказать, что мистер Пост нам приказал ехать в свою комнату и оставаться там, пока он не разрешит выйти. Возможно, до самой свадьбы. Кто-то пиздит. Мне кажется, кто-то пиздит. Свадьба, расскажите мне о свадьбе. Ну, а на через три недели церемония продается в Сене Дубов, в геройном бюро мистера, где согласен, не самое романтичное место, но проводить её больше негде, благодаря мисс Дэу Постдаму. Кхм-кхм. Мистер Постдам. Тебе не стоит телевидиться насчёт мистера Постдама, а Стив, он несчастный человек. Все поданные им прошедшие сутки и его уже остались без ответа. Он брал новое, поэтому мы держим за него пальцы, и если мистер Постдам отключит его вложу, то и Стив, вы не сможете обстоятельствовать в часовне любви, а не умой на хана. Ох как, ох как. Что можно сказать мне про ложу? Все только две вещи, приемные и светлые. Если ты заинтересован, ты должен взять в почтовом отделении заявление и вложу и подать его в призратель. Как тебе, мистер Постдам в пролёте? Стань ты членом ордена, мы могли бы провести свадьбу в ложе. Ах, ну разве это не прекрасно? Вот нам ставят ультиматор в 10 минут, и я ухожу. Ну что же, мы два часа аутируем, и я думаю, на сегодня... На сегодня мы не разберёмся. Впрочем, у меня тут есть для вас тогда несколько вариантов сохранения. Конечно же, не своих. Итак, тут говорят, что пиздят, товарищи, пиздят. Один пиздит на другую. Так. Ну, единственное, что мы можем сделать, это пока. В общем, к нашей возлюбленной нас не пускают. Тленность-то какая. Ну что, куда пойдём со свежим-то дермантином? С молодым дермантином-то. Так, есть, дядюшка, заброшенный дом. И дом Джонсона. Так. Здесь какая-то хрень, он вьётся. А, это тот самый осиний дом, про который нам говорили. Изучить остов. Остов автомобиля идеальное место для осиного улья. Да-да-да, нам ведь говорили про остовы. Изучить сорняки, если не помешал бы садовник. Ну что, нормально, такой домик. Чердачный окно. Идеальное место для осиного улья. Ох, чувствую, что-то сейчас пройдёт нехорошее. А ты здесь, ты, ты кто такая? Говор стецуя крамп. М-м-м. У меня тут... У-у-у-у. Ощущение, что нужно схорониться. Вот, э-э... Кажется так. Холодильник облеплен осиными ульями. Э-э-э... Вообще охуеть. Ко мне редко заходят гости. И этот сок рамп местный невежда зовут меня уничтожительным прозвищем «Женщина-Оса». Без сомнения, порождённым страхом и бедностью воображения. Я не понимаю. Официальное отношение к мёду, тревдихристианские жертвоприношения. Табуна необычное удовольствие. Вот, начнут взяты в отношение осам. Пронзи её своим жалом. Кстати, ей можно ещё и балл набить. Что ты нам скажешь про мёд? Официальное отношение к мёду неразрывно связано с никовой борьбой эстетистой ульи. Почему общество приняло в штыки мой выбор разводить ос вместо пчёл? Потому что пчёлы производят мёд. Но иногда производство не так важно, чем творчество. Я не могу писать какой-либо пользу Атоса. Блядь, почему, сука? Сука! Сука! Прекрасный и изящный. Разве твой инцидент, чтобы компенсировать маленькие остатки? Давайте ещё раз про осы. И насос. Энтюни производят для других только для себя. Осы строят гнёзда, чтобы воспроизвести ещё больше ос. И всё, они селятся под карнизами и на черноках, не производя мёд для супермаркетов. Жужжа и мельтеша осы выполняют заложенную в них программу цельноправное скрытное увеличение особей. В общем, в пчеле скрывается множество логотипов ложи. Это не просто осы, похоже, это нано-осы, разработанные в самой ложе. Недостатки есть какие-то. Ну, как видишь... Это чудесная малышка любит жалить. Очевидно, есть очень предупреждение толпы. И ещё одна причина любить их. Пчёл, подобно животным, жалят только, когда есть причина. Для жертвоприношения. Они не имеют ни малейшего представления о личном переживании и удовольствии. Ох как! Жертвам, когда жалят пчела, они разрывают себя на части и погибают за свою дерзость. Это приветствуется теми, кто воспитан поклоняться Господу, требующему жертву и искупления. Но осы распутные, они не вызывают симпатию у людей, потому что они не умирают после того, как ужалят. Они живут, чтобы жалить ещё и ещё, и получать от этого удовольствие. Вот. А что такое удовольствие? Да, огромное удовольствие. О, сочувствительное создание, не чернорабочие, а жаждущие наслаждение творцы. Зачитаем, что они разжи... ээээ... раздражительные. Поясения нелегком впадают в экстазы и проникают в вашу плоть. И мышечные сокращения в их тельцах, когда они качают яд. Сравним лишь с мышечными сокращениями при эякуляции. Каждая болезненная отметина от любви. Ох, как... Ну, пока чмавки ловят мелочи. Ну, чё бы тут ещё можно было сделать? Шкаф. Судя по звуку, в шкафу полно ос. Здесь всё из ос. Осы, 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 осы. Осы, весьма красочное изображение осы. Вон какие ульи на потолке. Ну, вообще, охуеть, охуеть. Так, эээ... Ну что, на сегодня хватит посолины? Эээ... или... или... продолжим аутировать, эээ... и обходить наш домик. Я думаю, пора закруглиться. Сделать эээ... сейф. Эээ... Ммм... Вот где-нибудь в доме Джонсона. Вот здесь мы продолжим. Я думаю, завтра. Продолжаем. Ну, нет-нет-нет. Как-то уже многовато. Вот. Сохранимся. И! Поскольку здесь есть эссеевые, то можно немножечко поспойлерить себе будущую часть. Например, порномагазин. На витрине множество странных предметов. Эээ... Вот. Собственно, нам нужен... Эээ... Порномагазин. А, мы... П... Эээ... Имеется в виду порномагазин, в смысле порно-журнал. Потому что магазин в приводе с английского журнал. Эээ... То есть я его, похоже, только что купил. И вот могу с ним что-то сделать. Но это... это не то. Так, давайте загрузимся уже в среду, например. Где это я? Я в своей комнате. Вокруг уже... Эээ... Среда. Тут у меня есть комод. В комоде есть какая-то вон какой-то мусор. Пишите, продолжай, да? А как же спойлеры смотреть будем? Аутист все так же сидит. Поднять газету надо. Ой, вон смотрите, сколько... Сколько вещей это... Эээ... К среде набрать, а я аята. Эээ... Эм... Огражай в том же духе, у нас не будет никаких проблем. Я немного, прошу. Ээээ... Да, да, парень, ты просишь немногого, вот, сколько, сколько вещей нужно нам найти, и все это, все это вот, причем, смотрите, разрешение на мясо у нас есть, карта выберись из тюрьмы, фото Уэльи, Херила, ключи с кладовки, все это мы даже близко не нашли. Эх, а как же, как же я играю в эту игру, не понимаю, давайте загрузимся дальше, в пятницу, ночь, пожалуйста, вставьте диск второй, ну, что же, сейчас мы это сделаем. Так, где-то у меня болваночки, болваночки с игрой, сейчас, так, вот, второй компакт-диск летит в дисковод, и, 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 ну же, ну же. О, беды у Эдны, ну, вообще, охуеть, звучит мотоцикл, фраг 1195 года сиденьем из натуральной кожи, где вообще я оказался, что за обеды, закусочная закрыта, открыт 24 часа, но она закрыта, сука, Ээээ, куда бы, куда бы мне пойти. Так, телестанция, обеды у Эдны, полицейские участки, кстати, вот в обедах-то я так и не побывал, ээээ, пожарная часть, давайте к ментам, что ли, сходим поблизости все-таки. А, а, кузнечки, кузнечки, не жаль у тебя, о господи, литонезионный диск, ээээ, на русском, да, эхэм, полицейский участок и тот закрыт, ээээ, ээээ, эхэм, кроме того, как я тебе уже говорил, а ну, эээ, мы играем сегодня в эксклюзив, который нигде, ээээ, не скачаешь, да, даже не скачаешь, представляешь себе, ээээ, в какой эксклюзив мы сегодня играем, эээ, нигде вот не возьмешь эту. Хорошее кладбище, неправда. Можно посидеть на скамеечке. Ну, здесь хитбоксов совсем нету. Вот. Давайте загрузимся. Видео про позвоночник. Бедные у Эдмы сгорели картинкой оригинал. Что, блядь? Ну, ну, вообще! Охуеть! И это всё нас ждёт по прохождению игры. Но мы с вами аутисты, и вряд ли всё это осилим. Говором с мистером Поттсдамом. Ну, давайте поговорим с ним. Видимо, о мясе я могу забыть. Что вы имеете в виду? Видимо, твой я запользовался связями. Не забудь проверить подушку Стефани, счастливчик. О чём вы, чёрт возьми, говорите? Поймёшь, когда появится шериф. Эй, к Стефани, Стефани. О прежних временах можно забыть. Полагаю, теперь по ночам я буду смотреть телевизор. Поймёшь, я буду смотреть телевизор. Поймёшь, я буду смотреть телевизор. Поймёшь, я буду смотреть телевизор. Продолжение следует... Off the record, I'd have to say no. No, all in all, I'd say this was death by natural causes. Natural causes? You can't live without a spinal cord, son. That's not natural about that. Think I will have some more pie. Right away. I can't believe this. This is horrible. Believe me, you get to the point to where this is routine. Now the only clue we got is that card on our pillow. Take a look at it. Lol, it's natural death. This is practically confessing to what, son? Murder. Isn't that what you're here to investigate? Son, you don't investigate natural deaths. No point. Then I'll get to the bottom of this myself. Yeah. I'm sure you will. More pie, sheriff? Don't mind if I do. I'll find a weird game. That's what I have to do. I'm wondering if you spoil it. Maybe it's about a mom or not. It seems that we were 2 hours moving over the door. We didn't find a problem. Давайте, давайте Поищемся Ближе к концу Так, это уже нужно третий диск Вставить сейчас, сейчас Где тут мой Сидером? Ах так Третий, третий диск Вот он Он уже отправляется в привод В лоток загружается Диск Ох ты Ух ты Тут такое-то кинцо Классические однорукие бандиты Затеряны В осмос Осмосе Лизирует по очкам Так Кто-то скребется Кстати, давайте посмотрим на свой инвентарь О, у нас есть волына И есть Тога Ну вообще что И даже косожатвы Ну вообще Охуеть Чего у нас есть И вот мы Будем Шароёбиться Но я боюсь, что мы Не осилим Как всегда А без волк Тру Ну ты понимаешь Да Как-то мы Вот взяли И померли Вот так вот Бесславно Ну что же Что же На сегодня Пожалуй Все уже Время позднее Вот Хотя В принципе Если есть желающие То может быть И продолжим Ну а пока Все Вот Может быть все А может быть и продолжим Не знаю Вот Все зависит от вас Вот Вот и я пока Пока что к минимуму Сделаю небольшую Паузу Можете считать это писи Как имя Продолжать или не продолжать Ну не знаю Зависит Зависит Все От вас Радиоанонимус Мы Доставляем Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин